Виктор Владимирович Еротеев еще больше аплодисментов. Поводом для нашей сегодняшней встречи послужил выход сразу двух новых книг Виктора Владимировича. Поэтому давайте сразу к книгам перейдем. Еще раз здрасте. Очень хорошо, что можно с вами пообщаться. Я приехал, только что вчера я приехал из Нижнего Новгорода. Их земляков исполнилось 150 лет. Но не секрет, что это горький. И, конечно, такое было сложное чувство. С одной стороны, он такой сын своей мечты, а с другой стороны, пасынок. Человек, который боролся с Богом. И, в общем, кончилось это все неважно. Но тема была интересная. Это человек, конечно, яркий, удивительный. Человек, который на своей шкуре проверил, что такое лимит человеческого существования. Вот. Так что я там вот был и приехал к вам. И там, и здесь холодно, и в Москве тоже холодно. Но для меня, конечно, очень важно, что вышли эти две книги. Я постараюсь сейчас их вам представить. Хотя, конечно, так прям сразу две довольно сложно представить. Давайте начнем с розовой мыши. Значит, она сейчас уже выходит во Франции по-французски, и в Польше вот выйдет в этом году, и выйдет в Сербии, и, наверное, еще в других странах. Но, по крайней мере, эти уже переводы готовы. И когда меня там спрашивают, в чем же смысл этой книги, то я хочу вам сказать, что это книга расставания с детством. Это путь Алисы в сторону Лолиты. Это совершенно не обязательно, что этот путь проделывается в поисках каких-то эротических удовольствий. Это значит, что детство заканчивается. Каждая граница человеческого существования очень важна. Мы что-то предаем невольно, потому что просто это уже заканчивается. И что-то обретаем вольно и невольно, потому что нас ждет новая жизнь. Для писателя вообще тема границы – одна из самых главных тем. Потому что именно на границе можно обвинуться туда и сюда и понять, что мир многогранен. И много укладов у них по своей сущности. У них много укладов. И если один из каких-то укладов не подходит нам всем, то тогда надо искать другие уклады, а не просто захлопывать книгу жизни. Это книга с секретом, потому что она написана от лица 11-летней русской девочки Маруси Менделеевой. Ну, понятно, что их фамилия не случайная, потому что если она Менделеева, то она тоже открывает какую-то свою систему элементов. Понятно совершенно, что Маруся 11-летняя, если полисать книгу, такую книгу не напишет. Поэтому в этой книжке есть загадка. Если вы ее развернете в эту сторону, посмотрите сюда, то увидите, что тут стоит 16+. То есть Маруся, которая написала эту книжку, такую книжку убить не может. Кроме того, видимо, она ее и не написала. Скорее всего, эту книжку написала розовая мышь. Да, она там второй из главных персонажей Маруся, у которой там целая история существует. И целая дорожная карта жизни существует в этой книге. И она совершенно не детская карта. Это карта, которая, мне кажется, должна для читателя быть, ну, по крайней мере, какой-то рекомендацией. Давайте как бы посмотрим, как с этой картой может каждый человек справиться. Ну вот. Но с другой стороны, вот розовая мышь, это какая-то загадка. Оно мне совершенно, скажу вам, действительно, ну, почти по секрету, хоть эта аудитория большая, но скажу вам, что я писал про Маруся Менделеева. Мне хотелось, чтобы Маруся Менделеева действительно рассказала о конце своего детства. Вдруг в это повествование вторглась розовая мышь, и она стала перерождаться в героиню. И потом я сам стал с интересом наблюдать за ее развитием. Мне показалось, что розовая мышь – это какая-то, знаете, какой-то, как это вам сказать, источник творчества. Сам по себе источник. То есть источник вдохновения, творчества, фонтан какой-то энергии. В общем, все то, что нас отделяет, может быть, от какого-то материального, или, хотите, скажем так, животного мира. Розовая мышь – очень много в этом есть значений, но она там действительно какое-то существо, которое, ну, борется с энтропией. Понимаете? Вот в жизни очень большой момент в нашей жизни занимается энтропия. Энтропия – это старение, энтропия – это болезнь, энтропия – это все наши беды, энтропия – это когда потолок протек и все прочее, прочее. Что по культуре, если сказать, просто в два слова. Культура – это борьба с энтропией. Мы вот от Леонарда Даменчи, ну, до молодого Горького, допустим, на дне, это, наверное, его лучше произведение, мы, как бы, когда читаем или смотрим произведение, мы как-то внутри боремся с энтропией. Мы получаем энергию, и мы дальше живем. Мы не глохнем, не слепнем, не опускаемся, а мы живем как-то дальше. «Розовая мышь» – вот это вот борьба с энтропией в этой книжке. Понять вот, как же так прожить. Потому что у нас есть тысячи поводов для того, чтобы впасть в энтропию. Во-первых, никто из нас не знает, зачем мы живем. Ну, просто это вот нам не объяснил никто. Я не говорю про смысл жизни, я говорю про слово «зачем». То есть мы можем догадываться, но никогда не знаем точно. И это уже повод для энтропии, это уже повод для дискуссии, это уже повод для разговоров о том, может быть, это не стоит вообще, может быть, это все как-то случайно. А где случайно, где закономерно, а где фатально и так далее, и так далее. Ну вот, борьба с энтропией – это не значит, что это борьба, это не значит, что это бокс, это не значит, что это мордовод. Дело в том, что иногда эта борьба с энтропией, то муфлируется как энтропия. И мы знаем, например, там у Кавки, что там совершенно нет борцов, которые выступают. Но когда ты читаешь замок, ты понимаешь, что это то самое знание, которое необходимо для того, чтобы дальше жить. Вот. И поэтому, если мы возьмем как идею, что борьба, культуру как борьба с энтропией, вот, например, мне приносят чай, это тоже борьба с энтропией. Правильно? Вот мне после этого становится… Вот Дима принес чай, мне от этого лучше. Это борьба с энтропией. Но это маленький. Дима не розовая мышь, он Дима. А вот книга розовая мышь, она борется тоже с энтропией на своем собственном уровне. Мы или боремся с энтропией, или поддаемся. Или мы, понимаете, у нас есть огромное количество несчастных тем, по которым мы поддаемся энтропии. Они случались, они трагические в эти дни. Вообще случилась страшная вещь, Кемерово, понимаете, это чудовищное. И эти вещи, увы, такие вещи у нас с повтором. Но чтобы как-то противостоять этому, ну, может быть, тут вообще никак не предстоишь, никакое, ничего не поможет. Но если вот противостоять каким-то более… более человеческим вещам, менее трагическим, то вот как раз включается, включается как раз вот эта культура, которая и дает возможность. Вот эта культура просто та, которая накуплена человеком, которая вот в этом магазине есть, в лучших произведениях, литературе, в лучших альбомах и так далее. Понимаете? Потому что у нас же ведь как? У нас все делается для того, чтобы мы стали ведомыми, да, и телевизор нас ведет, и вообще и власти ведут, и мы, в общем, так сказать, подчиняемся и сами становимся агентами антропии, агентами разрушения. Ну вот, и вот эта маленькая книжка, так написано, небольшой волшебно-политический роман для взрослых. Ну, политика там не потому, что там кто-то обличается, там совсем не так, там просто создан какой-то собственный мир, мыши и Маруся Менделеевой, а политика это когда-то описано, политика это описание такого города, описание состояния, которое творится в этом городе. Ну вот поэтому, в общем, вы знаете, те люди, которые прочитали, а уже прочитали теперь и здесь, и за границей, говорят, что она читается легко, и у нее есть привкус шампанского, но, наверное, не сладкого, а блюд, то есть, по крайней мере, мне такое шампанское больше нравится. Ну вот, но, не знаю, это не мое определение, это уже такое читательское, издательское, и поэтому мне с ним спорить не хочется, потому что оно симпатично для книги, но я считаю, что вот эта вот, эта вот стометровка от Алисы к Лолити, она очень важна. Это такая пробежка, которая говорит о том, что человек меняется и может меняться. Он не может меняться не только в детстве и в лодричестве, он вообще может меняться, и, дай бог, чтобы это все-таки изменение было. Вот я не знаю, фотография это борьба с эндропией или эндропия сама? Вот правда, вот я не знаю. Иногда кажется, что борьба с эндропией, она как раз, непонятно. Ну, в общем, цель это цель. Зависит, зависит от качества фотографии, еще, кстати, вот это даже, довольно ничего. Обычно свои фотографии ненавидишь. Там кажется, что это не ты. Вот. Вы специально утверждали, просто это фотография, что это создается. Ну, это ничего. Вот так вот, понимаете? И мы, я вам скажу, вот все говорят, значит, там, подъезжаем, вчера из Нижнего Новгорода в Москву, мы подъезжаем к городу-герою в Москву, там и все города-герои. А, понимаете, я думаю, что у нас все люди герои, потому что они живут в атмосфере постоянной энтропии. Вас просто со всех сторон энтропируют. А вы, вот видите, взяли и пришли на встречу. И это уже хорошо. Это значит, что все-таки есть такой момент сопротивления. Я имею на встречу, в принципе, с книгой, с новой книгой. Для меня это очень важно, для меня это приятно. И, ну, Менделеева Маруси вас ждет. Так что почитайте. Ну, вот, что я могу сказать про эту мышь. Она, я ее писал, вы думаете, вот, бороться с энтропией, это как, это два дня и борешься. Я ее писал три года. У меня, конечно, была некоторая модель, потому что моей дочке 12,5 лет. Но я ее начал писать тогда еще и не было 11, а вот завершу, когда я ее уже стала 12. Ну, что-то такое, конечно, перешло в книгу, то есть какие-то элементы жизненной правды перешли, тем более, что девочка замечательная совершенно у меня. Поэтому, в общем, тут это совсем не фантастика и не воспоминание, не воспоминание о каком-то старом, старом моменте, когда кто-то родился. Нет, все. Я вообще даже еще вам могу удивить. у меня самая маленькая дочка моей дочке три месяца. Ей будет четыре месяца четвертого апреля. Ее зовут Марианна, так что даже не, ну, так, и это запланированная была борьба с энтропией. Вот, так что не так просто это все случилось. Вот, так что действительно, если говорить совершенно серьезно, всяких рекламных и этих самых барабанных дроби, то я это так воспринимал. И вообще, когда я это писал, вы думаете, что я так всю жизнь считал, что там культура, борьба с энтропией, все прочее. Но когда вот я стал писать, там много всяких драматических событий происходит, много-много сего. Там, конечно, есть естественная борьба хорошего с плохим, каких-то формах таких сложных, я бы сказал. Но как раз именно вот когда я писал эту книгу, вот эта идея, идея борьбы с энтропией мне и пришла в голову. Она как-то осветила тоже для меня мое сознание более-менее какой-то все-таки тоже затуманенной энтропией, как и всех нас, она вдруг прояснилась на какой-то момент, потому что мне показалось, что обложку сделал мой сын. Так что вот у нас семейный подряд обложку сделал свой сад. Но как вы, наверное, видите, эта обложка сделана в духе конца 20-х, начала 30-х годов. И мне кажется, что она достаточно интересная получилась. В любом случае ее повторят тоже и в Польше. Ну вот, это вот эта книжка. Так что правда рекомендую, и не только тем, у кого есть дети. Потому что это взрослые книги. Знаете, это всегда очень важно найти какой-то повод для разговора о главном. А всегда должен быть небольшой повод. Когда берешь большой повод, то книга начинает схоживаться. Когда есть небольшой повод, она имеет возможность куда-то расти. Она имеет возможность как-то развиваться. Эта книга совершенно другая. И она просто совсем только что родилась. Она даже моложе моей Марианны. И даже трех месяцев. нет. Она правда тут. Я ее видел 4 дня назад сам. Не из Репола, а из издательства. Потом я уже существую 10 лет. Я получил ее. Чель это книга о моих любимых писателях и о моих любимых философах. Я ее писал, в отличие от розовой мыши, лет 30. Понимаете? То есть первое произведение, да даже больше, первая глава, как тут нефонологически иначе построена, но по написанию первая глава Маркиз Де Сад 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 20-й век написана мне, когда было мне 20 лет, и у меня была такая сложная игра с советским журналом «Вопросы литературы», которые в конечном учете в 73-м году напечатали эту статью Маркиз Де Сад Сад 20-й век. Это была первая работа Маркиз Де Сад в России в 73-м И причем такая аналитически спокойная и внимательная. И Маркиз де Сад мне показался не каким-то чудовищем, порнографом, а человеком, который философскую создал концепцию, который бросил вызов просвещения. Вот здесь, мне кажется, я еще раз немножко с вами, ну не про энтропию, а про что-то, может быть, довольно важное для нас всех. Понимаете, дело в том, что мы пропустили философский весь 20-й век. То есть от того, что нас кормили советскими конфетами, отравленными или реальными, какие-то там горького отравили вроде бы, но это неизвестно. Ну, в общем, но в принципе мы пропустили все философские направления, которые были. И мы остались, вы знаете, мы остались в 18-м веке. Мы остались в веке просвещения французского. И в этом принципе, кажется, ничего плохого нет. Он такой, в общем-то, веселый просветительский век, когда говорится о том, что вернитесь к своим корням, вернитесь к своей сущности, и все будет в порядке. Вот эту формулировку подхватила великая русская литература. И в романе Тургенева, а вернее в «Черновиках» роману Тургенева «Отцы и дети» Базаров говорит, мне кажется, две фразы, которые являются эпиграфом для всей нашей литературы. Для всей. Он говорит, Базаров говорит, Тургенев эти слова выбросил, но выбросить их из головы невозможно было для меня. Он говорит, человек хорош, обстоятельства плохи. Вот этими мыслями наша интеллигенция, наша культура живет уже, я думаю, начиная со второй, третьей, ну, даже, может, с половины середины девятнадцатого века. Мы заразились этим, это очень опасная, я бы сказал, дурная мысль. Почему она дурная? Если человек хорош, почему он тогда делает нехорошее обстоятельство? Почему надо менять эти обстоятельства, если человек хороший? Тут возникает какая-то борьба самых разных идей, которые в конечном счете у нас, в нашей литературе, не разработаны так, как нужно было разработать. Это не значит, что человек плох, но это значит, что в человеке внутреннее зло, а не внешнее, существует тоже достаточно масштабно, и мы не знаем, как с ним бороться. Мы знаем, как наше зло все время выталкиваем во внешний мир. У нас виноваты сейчас американцы, а раньше были виноваты немцы, и еще там разные другие народы. Или в 19 веке студенты были виноваты, а в 20-м контрреволюционеры и так далее. Понимаете, мы заложники нашего знания внешнего, мы себя не допускаем до анализа. И из-за этого получается, что мы пропускаем знания сущности своей. И в общем-то, нас поэтому и накрыли в 90-е годы, потому что мы думаем, а, наконец-то этот вообще строй рухнет, сейчас придет вообще небо в алмазах, а пришли бандиты. А после бандита пришли еще какие-то славные ребята, которые до спорта стоят, не падают. Понимаете, дело в том, что это такое вот знание, которое было необходимо для революции. Если человек хороший, значит, надо поменять обстоятельства для того, чтобы человек жил лучше, но этим слишком увлеклись. Так вот, Маркиз Десад, когда мне было 20 лет, и когда-то он только что появился в киосках Парижа, потому что он был больше всего запрещен, наверное, из многих писателей Запада уж точно, а из русских писателей у нас тоже, конечно, как Чаадаева запрещали, и как русские заветные сказки тоже запрещали больше, чем 100 лет после опубликования их впервые. И что у Герцена заветные сказки, как вы знаете, Чаадаев напечатался в 30-31 году, потом вообще в 1800, потом не запечатался вообще бесконечное количество времени. Так вот, понимаете, дело в том, что Маркиз Десад появился, и все, конечно, бросились, потому что «А, это порнограф, это классно, почитать, что там, как в XVIII веке люди занимаются с любовью». На самом деле довольно механический, вообще ничего там особенно интересного я даже свои 20 лет не нашел. Но зато он сказал, что человек — это такое существо, которое стремится к безнаказанности, оградить забором себя, не дать возможности, чтобы тебя наказали, и дворить тогда всякие формы удовольствия, которые будут приходить туда-сюда и пятнадцать. И когда я это прочитал в Советском Союзе, я вдруг понял, почему продавщица говорит «Я одна, вас много» и размахивает селедкой вообще за хвост. Я понял, что даже в кассе женщину, у которой билеты в дефиците, она уже становится Маркизом Десад. То есть я понял, что в нас есть какие-то чувства, бродят, которые совершенно не определяются однозначно гуманизмом. Во всех, а особенно в начальниках, которые могут себе позволить оградиться в этой безнаказанности, и могут получать кайф от этого. Не просто деньги собирают, но еще кайф получать от этой безнаказанности. Короче говоря, Маркизом Десад меня потряс. И я эти соображения изложил в 1971 году в своей большой работе «Маркиз Десад садизм-23». Принес вопросы литературы, они так с удивлением говорят. Маркиз Десад, это же доктор был, который проанализировал болезнь, садизм. Я говорю, ну как доктор? Он не доктор. Он сам был вообще хороший любитель вообще поиздеваться над другими. Он писал о том, что знал, ну ладно, они прочитали, сказали, нам эта статья не годится, но сказали, если вы напишете, что в буржуазных странах садизм является господствующей идеологией, несите. Я, значит, эту статью рассказываю как есть. Я в 1971 году. Я эту статью им не показывал один год. Через год я, не изменив ни одной буквы, принес им эту же статью. «Вопросы литературы», который тогда становился довольно важным журналом, потому что «Новый мир» уже закрыли, Твардовского, и поэтому, в общем, «Вопросы литературы» становится таким, как бы, интеллектуальным собранием. Они прочитали это и сказали, слушайте через год, сказали они, но теперь гораздо лучше. Представляете, вот тема воображения в человеческой, и восприятие человеческой жизни. Теперь гораздо лучше. Но, говорит, надо, говорит, найти цитаты из Маркса, Энгиса, и вообще так, когда... Ну вот. Ну вот, и я еще какое-то время... Я настолько нашел, в самом деле, цитату из Энгиса, из его произведения о природе. И, честно говоря, никакого там архизма не было, но мне хотелось показать, что все-таки Энгис иногда что-то здравое писал. И я это вставил, и все, больше я ничего не сделал. И они ее напечатали. И я проснулся на следующий день знаменитым, потому что Марксис за ней кто не печатал. И это начало этой книги, потому что от Маркиза до Сада пошло... В разные стороны пошли всякие явления, явления и философия. Какие-то вещи, которые мир казался... Я не знаю, как открыть это. Есть какие-то аппараты? Вот все заклеили к ней, потому что... Знаете, почему тут заклеено? Потому что здесь есть такая работа, серьезная, морфология русского народного секса. И это работа как раз про тему сказок Мафанасьева. И там... Я сейчас покажу, как делается у нас цензура. Вот смотрите. Значит, в этой книге, в которой есть самые разные люди, тут есть и Соловук, на грани разрыва мелкий бес и русский реализм. Здесь есть поиск потерянного рая на Бога. Наверное, вы даже, наверное, эту статью знаете, она в этом вошла. У меня вот этот четырехтомник. Наверное, не как вы интеллигентные люди, у вас этот четырехтомник на Бога, вот этот черно-беленький русская проза. Это мой состав. Ну и так далее, и так далее. И вот смотрите, морфология русского народного секса. Заветные сказки. Я там анализирую эти сказки. Их 90 сказок. И по этим сказкам видно, что такое любовь для нашей, как бы, матрицы любви. Потому что заветные сказки это смешные сказки про секс и любовь. И когда вы открываете по причине того, что она вот в таком, значит, скромном виде, да, прикрытая целлофаном, вы читаете «Книга содержит нецензурную брань». Ну, нет там никакой брани. Там просто эти сказки анализируются. Ну, некоторые слова, может, и попадают, но это не брань. Это так объяснялся наш крестьянский народ. Ну, и ничего в этом, в общем, мне кажется, бранного тогда и не было. В общем, короче говоря, здесь вот «Мартизм и садизм 20 веков», потом эта статья, которая в Советском Союзе напечаталась в 73-м году, потом разошлась по всему свету, и мне за нее до сих пор не станет, хотя совсем мальчишка ее писала. Потом здесь есть большой очерк о Лосеве, Алексею Федоровичу Лосеву, потому что мы с ним подружились, несмотря на огромную разницу лет, и я написал тут вот эту вот работу «Посредний русский философ». Здесь есть большая работа о Льве Шестове, тоже когда-то опубликованная по вопросам литературы. И вообще тут есть как раз вещь, которая вот связана с этими внутреннего зла в человеке, которая, мне кажется, очень важна для понимания того, что происходит в нас или вокруг нас. Вот так бы я стал. И тут есть одна довольно новая статья, то есть я имею в виду почти там вчерашнюю, она называется «Дворной бог». Мы ее открываем в 343. Это я уже совсем недавно был во Львове и в Драгубичи. И там, в этом городе Драгубичи, жил, работал и замечательно писал Бруно Шульц, прекрасный польско-еврейский немецкий писатель, которого у нас очень мало знают. И вот это как раз тема метафизики, о которой я только что вам говорил по отношению к маркизам писата, у него Бруно Шульца прекрасно подано. Он писал, кстати говоря, Бруно Шульц, который знал немецкий, который знал, естественно, знал идиш, знал польский, писал на польском языке. И Бруно Шульц сейчас считается у них одним из самых интереснейших писателей на польском языке. Так что вот здесь можно еще... Это Бруно Шульца... Я тоже для себя совсем недавно открыл, так что здесь есть еще встреча с таким новым писателем для нашего литературного мира. Ну вот. А есть и серьезные такие темы, которые, казалось бы, ну что вам сказать, казалось бы, должны быть не в книге, а в книге литературных каких-то исследований. этот Брусс и Толстой. Разница, как пишут два гения противоположных. Есть статья об Артуре Рэмбо, которая вот выглядит вот так. Это все, что казалось мне важным сказать про Рэмбо. Ну в общем, тут есть всякие разные вещи. А книга «Щель» называется, потому что когда-то немцы... Вот у меня, кстати говоря, здесь сзади сидит моя немецкая переводчица, Беата Рауш, я ее не вижу, Беата Рауш перевела все мои книги, все мои книги перевела на немецкий язык. Она сейчас, данный отрезок ее времени, прибывает в Питере, в Петербурге. Вот. И она вот это вот... Тоже это... Это предисловие теперь я назвала, но вот эта эсце о «Щелье», она тоже переводила для Франкфутора огромное сайты. Я прочитаю просто кусочек. То есть вообще вот с чего книга начинается? И, собственно, это и говорит о теме человека в хорошем обстоятельстве в Курске и так далее. Секрет русского человека в том, что у него есть щель. Или дыра. Или пробоина, если прибегнуть к морскому сравнению. Во всяком случае, в нем определенно нет герметичности. На мой взгляд, честно говоря, это как раз очень было позитивно. Во всяком случае, значит, во всяком случае, в нем определенно нет герметичности. Нет осознания себя как целостности, как законченной, завершенной формы. Где щель, там расколотность, разбитость, опустошенный звук, если постучать незвонный, странный, глухой, загадочный, ценная вещь, не вызывает стольких вопросов. Она есть. Плохая или хорошая она существует и все. А здесь кто разбил? Когда? С какой цели? Или с самого начала от природы щелью? Замучаешься отвечать. Хуже того, замучаешься спасать. Если щелью, если с пробойной, то непременно тонешь. Русский человек вечный утопающий. Однако не утопленник. В сущности, это не потопляемый утопающий. В каком-то смысле он водяной, так и не научившийся плавать. Ему бросают спасать паникурух. Паник его тащит. Заполосы с большим трудом выволакивают на берег. Положили. Теперь откачивают. Русский человек состенчив. Ему неприятно, что с ним боится. Ему совестно, что он надплохо выбрали и вообще не слишком эстетическое зрелище. Ему не нравится, когда он не нравится. Он сжимается, становится подозрительным, агрессивным. Из него не выдавишь слов благодарности. У него напряженная, кисло-горкая аура. Отлежавшись на песке, он приподнимается, мутным взором обводит спасателей и медленно, угрюмо, неуклонно лезет в воду. Вот стопы гранические. Вы понимаете его буквально, но когда я думал про нашу русскую душу, о чем, как вы, наверное, знаете, я написал роман о циклопеде русской души, я думал, что больше всего-таки это секрет. И секрет вот именно то, что, понимаете, мы вот какие-то вот прилагательные. И это, надо сказать, для культуры чудесно, потому что это вот раскол издаёт возможность ещё что-то добрать и присоединить, и сотворить. А западный человек, он гораздо более цельный. И к нему мало чего поддобавишь. Он сам по себе достаточно. И в этом смысле это довольно серьёзная разница. Но если так вот порассуждать, то вроде так звучит иронически, как я вот сейчас прочитал. А вот чем дальше отходит этот текст от меня, тем больше я понимаю, что в этом что-то есть такое, что может звучать, как и тема, тема, можно сказать, даже патриотическая. Ну, я не знаю, наверное, у тебя всё, что хотел сказать, потому что трудно представлять две прям такие разные книжки, но они каждая себе. Тем более, в этой книге так просто, если есть интерес к одному и другому, сейчас выкуплю, если есть интерес к одному, другому или третьему автору, то просто я вам советую приобрести, потому что эта книга написана теперь уже, безусловно, не как кладбище статей, а прошито общими смыслами. И полезна, я думаю, для людей, просто которые ищут какие-то смыслы своего существования. А это, кстати говоря, тут и написано. Что тут написано? Что пишет? Чель, книга нового знания о проклятых вопросах бытия, настойная на творчестве отвязных и стремальных писателей от классиков до наших дней. Анализ пограниченных состояний между верой и знанием, смертью и бессмертием, разумом, безумием, любовью и цинизмом. Творческие фантазии от русских заветных сказок до сказок, до американских комиксов. Для всех, кто собрался жизнь прожить не зря. Огромное спасибо, Виктор Владимирович, за представление книг. Давайте возьмем несколько вопросов из зала, я думаю. Дорогие друзья, у кого появляются вопросы, пожалуйста, поднимайте руки.